Здравствуйте дорогие друзья! Я думаю вы прекрасно помните как я собирал березовый сок, чтобы сделать из него березовое шампанское или квас из березового сока. И вот сегодня у нас 11 августа, квас, сок до сих пор у меня стоит, хранится в подвале, с ним ничего не случилось, все просто замечательно и можно его уже давным-давно употреблять. Поэтому давайте достанем бутылочку, откроем и попробуем его вкусовые качества. Квас сильно бродит и надувает бутылку, поэтому имейте это ввиду, если бутылку смять не можете, она очень плотная, так и нужно, даже если вот эти ребра на дне, они выгибаются, становятся круглые, это тоже ничего страшного, наоборот это хорошо. Теперь давайте открывать, одной рукой открыть не смогу, сейчас, секунду, вот смотрите процесс. Видели, как он забурлил? Я надеюсь, вам прекрасно видно, какая происходит реакция, как у шампанского, то есть очень много газов и иногда бывает, вы открываете бутылку, попадает кислород и вся вот эта смесь, она вылазит наверх. Красота! Давайте теперь попробуем, так как тут хлеб и все остальное, это нужно процеживать, я процеживать не буду, можно не процеживать, просто накручиваем крышечку и наливаем в бутылочку, вот так, потихонечку, но это чтобы не процеживать. Кристально чистая жидкость, ничего бояться не нужно, очень газированная, давайте пробовать, что у нас получилось, вот так вот она выглядит. Очень забурестый квасок, газированный, но кислый. Теперь парочку советов и подведем итоги. Итак, что хочу сказать по поводу кваса. Всегда обращайте внимание, какой у вас березовый сок, я имею ввиду сладкий или не сладкий. В этом году березовый сок был вообще не сладкий, он был никакой, как вода. Я на это не обратил внимания, сыпал сахара, как и говорил в рецепте, поэтому получился квас, ну как, кислый, вот прям кислый. Если люди не любят кислоту, многие, то я просто порекомендую, вы делайте по рецепту, как я и советовал, он отыграется, все будет нормально. Если он будет кислый, вы просто наливайте в кружку, добавляйте сахара или сразу же в бутылку, когда он уже отыграется, размешали и все, и будет сладенький квас. И плюс очень такой вот газированный. Что касается изюма, насчет изюма, это очень интересная вещь. По поводу того, что изюм бывает плохой, мне приходилось, смотрите, сколько там накидано, потому что не хотел бродить. То есть изюм плохой. Тоже примите это во внимание и возможно еще может быть хлеб, черный хлеб, корочка хлеба. Хлеб может быть тоже сделан из ерунды, поэтому нету процесса брожения вот этого. Поэтому все предусмотрите, хлеб не поскупитесь, купите самую дорогую буханочку хлеба. Вам хватит ее с головой на сколько там, ну на много литров этого кваса, березового шампанского. И изюма кидайте, я вот честно не знаю сколько даже сказать, кидайте на полторашку, там даже можно по 15 штук кидать. Потому что никогда не знаешь, как он себя поведет. Вот правда, пусть лучше будет больше газов, пусть выдует вот это вот донышко в круглую такую вот плоскость, но окружность. Но зато у вас отыграется и вам не придется выливать, потому что если он не успеет отыграться в жаре, и он пропадет, и вы просто выкинете и бутылку, и сок у вас пропадет. Но у меня таких случаев было немного, по-моему 5-1,5 штук я выкинул. Но это вроде кажется немного, но для меня немного, потому что объем у меня был большой. А так, квас получился замечательный, кому хочется слаще, добавляйте сахара и пейте в свое удовольствие. А кому нравится кисленькое, так как мне нравится кислятина, я пью прям такой и в принципе доволен. А самое интересное, что он газированный. Сколько здесь промилей, я не знаю, но хочу сказать одно. После того, как вы выпили за руль, я вам садиться, не рекомендую. Выпили и ну хотя бы часика, наверное, 2, то лучше, наверное, и 3 повременить, прежде чем сесть за руль. Потому что перегар от него стоит. Но у меня нет термометра специального, который меряет маленькие промилле, винный он, по-моему, называется. Поэтому уж простите. А так, делайте, пейте, это полезно, это вкусно. Это нисколько не вредит вашему организму, потому что куча витамин и все из натуральных продуктов. Будьте здоровы и не болейте.